Здравствуйте! Государственная телекомпания Западной Армении представляет самое важное событие этих дней сегодня в эфире. Седьмая сессия Национального собрания Западной Армении 2-го созыва. Реконструкция церкви общины Шоша-Скиранского района Арцаха. Жизнь и проблема села. Как повлияла последняя арцахская война на рассеянный по всему миру армянский народ? 13 июня 1992 года Шаумиан был лишен армян и оккупирован. Познакомимся с Западной Арменией, крепость Харберт-Палу. Армения – центр виноделия, упоминание Евроньюз об армянском виноделии. Среди ряда исторических культурных ценностей азербайджанцы также разрушили площадь Нессона, Степаняна, Шуши. На седьмой сессии Национального собрания Западной Армении 2-го созыва член Третьей комиссии Национального собрания по внешним связям и парламентским отношениям с другими странами Гильермо Караманян представил отчет комиссии. Члены Третьей комиссии предприняли шаги по умолчению официальных документов государства, признавшего Республику Армению в 1920 году. Комиссия также изучает состав глав парламентов стран, признавших геноцид армян. Цель всего этого – разработать законопроект, который позволит вышеупомянутым государствам поддержать Западную Армению, которая считается продолжением Республики Армения 1920 года. После доклада Гильермо Караманяна председатель НС Нелли Аруцюнян поблагодарила депутатов и призвала их быть более активными в вопросе новых программ. В следующем номере мы представим доклад Нелли Аруцюнян о функциях и общих положениях юридической комиссии. В общине Шоша с Киранского района Республики Арцах ведется ремонт церкви Святого Аст-21. Об этом в интервью корреспонденту Арцах пресс сообщил глава общины Эрика Брамян, добавив, что церковь ремонтируется под патронежем героя Арцаха, полковника Карена Джалавьяна. По его словам, после войны в общине переселились 10 перемещенных семей. До войны у общины было 2876 гектаров сельскохозяйственных участков, 75% из которых были захвачены врагом. Поэтому большинство жителей деревни прекратилось заниматься сельским хозяйством. Земли, которые у нас есть, также находятся под прямой целью врага. И из-за безопасности они не обрабатываются. У нас есть проблема с пастбищами, из-за чего пострадало животноводство. Тем не менее, есть хозяйства, которые продолжают заниматься животноводством, сказал Эрик Абрамян. Победителем конкурса Эсэ Нью-Джерси стали Олег Макарчан и Олег Сагабаб, который был один из шести победителей конкурса Эсэ Кемп Армения Совета молодежных семинаров 2022 филиала Арсен в Нью-Джерси. Несмотря на признание геноцида армян, результаты войны продолжаются. Что мы чувствуем, как армяне Америки? С момента освобождения Арцаха армянское население всего мира мечтали о том, что однажды арцахский регион сможет воссоединиться с Арменией и еще на один шаг приблизить нас к нашей цели – свободной, независимой, единой Армении. Тем не менее, арцахская война 2020 года и продолжающаяся агрессия азербайджанских вооруженных сил посредством нарушения режима прекращения огня не только перемешали реализации этой программы, но и серьезно повлияли на повседневную жизнь как в регионе Республики Арцах, так и в Армении. Во время войны десятки тысяч мирных жителей Арцахской региона были вынуждены переехать в Армению, поскольку война была слишком жестокой и опасной, чтобы остаться в своих домах. Официальное признание геноцида армян президентом Байденом и также всеми штатами США является огромной победой для армянской общины. «Как американка армянского происхождения, я возмущена тем, что к людям с такой богатой историей культуры относятся как к гражданам второго сорта. Пришло время оказать поддержку тем, кто, по нашему мнению, будет защищать то, что правильные и предпринимет шаги не только для помощи Армении, но и всему миру в любом вопросе». В результате коллективной военно-полицейской операции, приведенной советскими войсками азербайджанской милиции, в апреле-августе 1991 года из ряда сель Шаумянского района Северного Арцаха были эвакуированы армяне. Однако целью Азербайджана было окончательное изгнание и оккупировано Шаумяна, что и было осуществлено в июне 1992 года. 30 лет назад десятки тысяч жителей Шаумяна были депортированы и рассеяны по всему миру, никогда не забывая о потере на родине и о той жестокости, которую они видели и пережили в те дни. Северно-восточная часть Шаумянского района имеет древнюю и богатую историю. Она была заселена с древних времен, о чем свидетельствуют найденные на территории древние памятники. В период Великой Армении она была включена в состав провинции Утыки-Арцах, Великой Куанг. До конца XII века нынешняя территория области была населена армянами, хотя время от времени ее завоевали чужеземцы. Армянское наследие смогло сохранить и развить свою литературу и культуру. В XIV веке села Фарис и Гюлистан были названы важным центром образования. Палу находится в Западной Армении в области Арганамет, провинции Харберт, что примерно соответствует исторической провинции Балаховит. Согласно легенде, Балаховит был назван так из-за общерных вишневых садов в этом месте. Высокогорная скала недалеко от города, на которой в древности была построена крепость Палу, называлась Горой Святого Месропа, где Месроп Маштоц прожил 7 недель и окончательно создал армянские буквы. Здесь была найдена надпись уратского царя Менуа I. В середине XIX века крепость уже была разрушена и потеряла свою красоту. Армения Центр виноделия так озглавил свое обращение ведущий международный медиа-центр Евроньюз, провозгласив армянское Нагорье к древней родине виноделия. Как сообщает Арменпресс, Евроньюз говорит о традиционном культуре культуры виноделия, добавляя, что думая о вине, нельзя упустить из виду один из древнейших винодельских регионов Армении. Средства массовой информации придают значение тому, что недавно открытие в Армении уникальные экспонаты, хранящиеся в Музее истории вина, открывают посетителям путь к прошлой армянского виноделия. Музей находится всего 30 километров от Еревана, на территории винодельной Армения-Вайн, расположенной на 8 метрах от базальтского скал. Придавая значение тенденции музея к популяризации культуры древнего виноделия, Евроньюз также указывает на наличие библиографии, которая свидетельствует о том, что Армения действительно является колюбелью виноделия. После захвата врагом армянского города крепости десятки исторических и культурных памятников и монументов, музеевых комплексов, археологических материалов осталось под контролем противника. Очевидно, какие крайние проявления вандализма имеют на оккупированных территориях. Недавно мы с сожалением узнали, что среди ряда исторических и культурных ценностей азербайджанцы подтвергли разрушению и сквер имени Нельсона Степанянов-Шуши, где похоронен большой друг армянского народа Ким Бакши, в котором приняли участие писатели, искусствоводы, ученые из Армении, России и других стран. Мероприятие превратилось в своеобразный день памяти, на котором прозвучали выступления известного армянского писателя и публициста Кима Бакши о том богатом научном наследии, которое он оставил. Вся литературная и научная деятельность Бакши – яркий пример дружбы народов. Память о преданном друге армянского народа сегодня хранят в Армении в Арцахе, оценивая гуманитарную миссию писателя и армянского ученого по разным поводам. А сейчас музыкальная часть «Армянская народная песня». «Армянская народная песня» Полная версия этого видео доступна на нашем официальном YouTube-канале. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь миром.